Destiny 2 вышла относительно недавно. Будучи сиквелом одного из самых успешных проектов, он оказывает сильное влияние на разработчика Банжи. Это отличная возможность не только продолжить успех первого Destiny, но и также показать, что Банжи готовы расти и развиваться по мере изменения их фанатской базы. Проще говоря, Destiny 2 – это шанс для Банжи доказать, что студия по-прежнему способна поднимать планку качества. Ведь именно это Банжи сделали. Они положили основу вещам, которые мы сегодня воспринимаем как должное, а именно свобода движения в шутерах от первого лица и мультиплеерный матчмейкинг в консольных играх. Возможно, мы бы до сих пор ждали выхода Xbox One X, если бы Halo не продвинула консоль Microsoft 16 лет назад. Говорите о Destiny все, что пожелаете, но игра как минимум нашла своих фанатов. Как Planetside и Warframe, мир игры сочетает в себе элементы шутера от первого лица с элементами ММО. Ubisoft использовали эту формулу в The Division и показали продажи, превысившие даже продажи Destiny. И тогда BioWare, студия, прославившаяся своими культовыми RPG, решила перейти к жанру шутеров со своим новым проектом Anthem. Учитывая влияние Банжи, сейчас самое время вспомнить, как их игры меняли индустрию, а также некоторые из самых больших триумфов, про которые часто забывают. Историю возникновения Банжи рассказывали десятки раз сотни различных людей. Каждый раз их описывают как группу амбициозных выпускников колледжа, ищущих новые способы созидать. Хотя они стали известны благодаря своим проектам на Xbox, основатели Банжи, Алекс Серапиан и Джейсон Джонс, начинали с малоизвестной платформы Макинтош. Их первыми играми был шутер с видом сверху Operation Desert Storm и RPG Minotaur, лабиринты Крита. Вскоре после их появления они осознали ценность трехмерной графики и начали работать над ремейком Minotaur. Однако с новой перспективой игра получилась не очень удачной, и Банжи оставили проект. В 1993 году они сделали игру Pathway into Darkness, шутер от первого лица, который увековечил компанию, конкурентно способной в мире гейм-девелопмента. Наряду с такими титанами, как Doom и System Shock на ПК, Банжи выпускают игру Marathon. Это первая игра из трилогии шутеров, которая дала игрокам на Макинтоше их собственную серию от первого лица. Несмотря на то, что игра не обрела большой популярности в отличие от конкурентов, Marathon все же помогла установить самые важные механики этого жанра. Свободный обзор в играх нам кажется естественным в большинстве шутеров. Но на момент выхода Marathon возможность полностью осматриваться с помощью мышки была в новинку. В первом Doom можно было только смотреть по сторонам. В System Shock вам нужно было переключаться на обзор мышкой. Другие же игры полностью ограничивались нацеливанием с клавиатуры. Свобода передвижений в Marathon вывела идею вертикального расположения в массы. Самые лучшие дизайны мультиплеерных карт пользуются этими по сей день. Такие игры, как Counter-Strike, Overwatch или Первый Quake, стали легендами именно благодаря первенству марафона. Несмотря на зачастую позабытую важность их вклада, игра не сыскала популярность в отличие от будущих проектов Bungie. Но она продалась достаточно, чтобы студия продолжила творить. Они вышли на рынок компьютерных игр, создав MIF – стратегическую игру, обретшую ярых фанатов, а также ONI – экшен от третьего лица, которую позже портировали Rockstar Games. Но к концу 90-х Bungie начали работать над своим новым проектом. Поначалу планировалось сделать стратегию в реальном времени, похожую на ранее сделанный миф, но в футуристической вселенной. Однако команда отказалась от такого варианта, чтобы сделать шутер от третьего лица с таким же футуристическим сеттингом. Но Bungie вновь поменяли планы, создав нечто совсем иное от оригинальной задумки. Halo оказал очень сильное или даже вездесущее влияние на мир видеоигр. Мы даже стали забывать, насколько сильно изменилась серия за годы своей жизни. Во-первых, мне кажется, что мы бы еще не скоро увидели релиз Xbox One X, если бы не вышел Halo Combat Evolved. Первый Xbox давно бы канул в лету вместе с потугами Microsoft протолкнуть консоль на рынок в те времена, если бы Bungie не заключили сделку и не вывели свой шутер на новую платформу. Halo позволил Xbox соревноваться среди консолей и посеял семена, которые сделали Microsoft мощным представителем игрового мира. Соответственно, Xbox Live мог не стать столь важным элементом, если бы Halo 2 не обрел мультиплеерный успех на запуске. Он задал стандарты плавного матчмейкинга и помог таким играм, как Quake 3 Arena, продвигать мультиплеер на консолях. Я бы мог долго расписывать все нововведения Halo в жанре шутеров за прошедшие годы, но в этом видео у меня нет столько времени. Тем не менее, я должен сказать, что игры Halo всегда были увлекательными, хотя трудно сказать конкретно почему. Возможно, потому что каждое оружие чувствуется по-своему, или же просто каждый враг задает свое течение битвы. А может это из-за того, как используется открытое окружение, где происходят хаотичные схватки, и в то же время узкие коридоры, где попадаются ужасающие противники. Столь изменчивый геймплей сложно описать, но мне кажется, именно это и делает его хорошим. Банжи потратили неимоверно много времени, чтобы вы позабыли, что у вас в руках лежит контроллер. Бесчисленные игры многое заимствовали у разных частей Halo, и сегодня я бы мог указать на несколько шутеров, которые в этом преуспели. Первыми приходят на ум новый Doom, Titanfall 2 и, конечно же, Destiny. Но об этом через минуту. Всем этим я хочу сказать, что Halo был похож на чудо. Словно стратегия в реальном времени и одновременно шутер от третьего лица. Однако Банжи сделали из этого кое-что совершенно иное. При этом игра была столь хороша, что она оправдала Xbox, а затем и Xbox Live вместе с консольным онлайновым мультиплеером повсеместно. После Halo Reach Банжи попрощались с этой легендарной серией, и было сложно представить, куда же они отправятся дальше. Как и у многих людей, у меня смешанные чувства в отношении Destiny. Были времена, когда я ее обожал, и когда я ее ненавидел. В один день она мне казалась скучной, а на следующий день я проходил мучительный Nightfall Strike с друзьями. Мне не казалось, что Destiny всегда уважают мое время. Да, я думаю, что их система случайного лута бывает нечестной. Будучи в составе геймспота, Дэнни Одуайер сделал выпуск, который я иногда пересматриваю, где он сравнивал классический Destiny с игровым автоматом, где от вас не зависит ваша награда. Однако я все равно с нетерпением ждал Destiny 2. Казалось, что Банжи знали, что им нужно, чтобы сделать серию титаном игровой индустрии, которым она могла стать. Я честно относился к этому с осторожным оптимизмом, надеясь, что они смогут это сделать. Как бы то ни было, первая Destiny стала игровым феноменом. До того, как The Division отобрали это право, Destiny была самым успешным проектом, распродав копии игры на более чем 500 миллионов долларов за первый день. Банжи взяли идеальную концепцию игр Halo и поместили ее в ММО. Это объединило сотни тысяч игроков в кооперативных страйках, в рейдах на шесть игроков и в общем социальном пространстве. Destiny была не первой игрой, сделавшая подобное. Но, как Halo сделал консоли жизнеспособной платформой для шутеров компьютерного качества, Destiny создал прочную оболочку для ММО и шутеров. Я не уверен, что будут делать Банжи после Destiny 2, если они решатся оставить ее позади. Однако за историю своего существования Банжи доказали, что умеют приспосабливаться. Они умеют меняться, и благодаря этому студия расцвела. Это один из немногих разработчиков, которые могут заявить об огромном влиянии на видеоигры в целом. Они нашли способы бороться с течением и жертвуя качеством в процессе. Возможно, мы не всегда это сразу признаем, но влияние Банжи повсюду. Нужно просто смотреть в нужном направлении. Что ж, и на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз.